Купальный сезон начался, но берега двух водоемов, официально названных городскими пляжами, пустынны. Дело не только в погоде. Администрация мест отдыха должна предупреждать каждого посетителя. Купаться запрещено. Установить таблички с этой надписью должны как на Солдатском озере, так и на базе отдыха природа в Дубовом ключе. По данным территориального управления Роспотребнадзора, отобраны две пробы воды. Из них две пробы не соответствуют по санитарно-химическим показателям. Арминолептические и микробиологические показатели в норме остаются. Пробы почвы сделаны четыре, не соответствуют по БКГП и две пробы по тяжелым металлам. Не менее серьезной ситуацией наблюдается и на Лотосовом озере в Дубовом ключе. Здесь также 21 мая Роспотребнадзор взял пробы воды и почвы. Из них одна пробы не соответствует по микробиологическим показателям. При норме 100 получается ТКБ 220, то есть практически в 2 копейками раза повышает. И санитарно-химические и арминолептические показатели по-прежнему тоже остаются в норме. В последние годы много сил и денег выделил городской бюджет на очистку Солдатского озера. Исправившись самостоятельно, город пригласил ученых ДВО РАН установить причину загрязнения водоема. И ответ на этот вопрос биологи дали. Влияют несколько факторов, например, сточные воды частного сектора и свалка по берегам. Сейчас один берег озера сдан в аренду предпринимателю, другой берег находится в собственности лесхоза. В этом году удалось договориться и об его аренде. Но тогда на плечи предпринимателя полностью ложится ответственность за чистоту водоема. Те меры, которые предложили ученые, а это установка фонтана, должны улучшить ситуацию. Арендатору пляжа придется заплатить за это не один десяток тысяч рублей. Сегодня финансировать частного предпринимателя, улучшать его условия работы, ну как минимум будет нарушение антимонопольного законодательства. Почему этому частному предпринимателю вложили 5 миллионов, а не другому, который занимается там на другом озере, допустим. Нужно найти выход из сложившейся обстановки. Ведь убедить людей в жару не заходить в воду практически невозможно. Исходя из практики последних лет, некоторых уссурицев не пугает опасность получить инфекцию. Анна Маринец, Игорь Антонов, Телемикс.